Центр бариатрической хирургии Первого медицинского университета выполняет весь спектр хирургической коррекции больных бариатрического профиля. Мы являемся членами общества бариатрических хирургов и активными участниками этого общества. Соответственно, все наши больные, ранее оперированные в нашей клинике, активно наблюдаются в ближайшем и в отдаленном послеоперационном периоде для в том числе ведения бариатрического национального регистра и для того, чтобы каждый из пациентов имел возможность получать помощь и в послеоперационном периоде. Поэтому все наши пациенты, я хочу отдельно подчеркнуть, в рамках обязательного медицинского страхования, то есть благодаря своему полюсу ОМС, совершенно бесплатно имеют возможность госпитализироваться в послеоперационном периоде на дневной стационар, проводить лабораторные, клинические исследования, а также инструментальные исследования и возможные различные виды коррекции состояния, возникающие после бариатрических вмешательств. На сегодня один из таких пациентов, находящийся в дневном стационаре, расскажет о своих ощущениях и, соответственно, лечащий врач представит ближайшие результаты оперативного вмешательства, выполненные в ноябре 2016 года. Количество пациентов с избыточной массой тела неуклонно растет, как в нашей стране, так и во всем мире. Поэтому на современном этапе развития хирургии достаточно быстрыми темпами развивается такое направление, как бариатрическая хирургия, хирургия избыточного веса, и осложнение, связанных с избыточным весом. В нашей клинике в ноябре 2016 года была выполнена такая бариатрическая операция, вид операции лапароскопическая продольная резекция желудка. Выполнялась она пациенту Шарапову Андрею Александровичу 36 лет в связи с избыточной массой тела и развившимися сопутствующими осложнениями, нарушением углеводного обмена, липидного обмена и также развитием желчекаменной болезни. Пациенту была выполнена лапароскопическая продольная резекция желудка. Сегодня пациент пришел к нам на контрольный осмотр. Добрый день, Андрей Александрович! Расскажите, как ваше самочувствие? Самочувствие намного ощутимее улучшилось, потому что раньше при работе я работаю в типографии, и работая три через три, у меня за три смены просто у меня был, как говорится, потек градом. Сейчас таких ощущений нету и вообще... При ходьбе было очень проблематично пройти даже те же там 200-300 метров, и болела спина, была отдышка. Вот сейчас мне не составляет пройтись там километр, там два, там... И отдышки, как таковой, вообще, считай, нету. Расскажите, пожалуйста, какой путь вы прошли до бариатрической операции? Какие предпринимали попытки? Я придерживался... Ну, было то, что иногда сидел на диете, но вес немного спадал, и потом обратно набирался. Также я... Как говорится, один раз вошел, но потом я вроде меня как бы... Я отошел, но второй раз опять затянул меня к так называемой герболайф. Ну, как бы, эффект тоже не... Ну, был эффект какой-то там чуть-чуть спад, но потом вес, может быть, даже больше еще и набирался. Расскажите, пожалуйста, как проходил ваш реабилитационный период, послеоперационный период? Как вы сейчас питаетесь? Комфортный ли для вас режим питания? Что изменилось в приеме пищи после операции? Ну, как таково, при вот лапароскопической операции, как таково, восстановительный период, по идее, он очень небольшой. В принципе, вот за неделю, я вот здесь, пролежа в больнице, я выписывался довольно в хорошем состоянии. Просто и к работе мог бы, конечно, приступить, но желательно все-таки выдержаться месяц хотя бы, чтобы... Ну, сами понимаете, операции. Вот. Ну, и я вот встал на учет к хирургу у себя там по месту прописки, и там вот мне еще делали перевязки, и месяц как бы так наблюдали. Ну, а так вообще восстановление, период восстановления очень небольшой. И, в принципе, чувствуешь себя, ну, буквально, я думаю, через неделю уже... Ну, даже чувствовал я через два дня уже себя ничего, как бы. Но в режиме питания для меня он сейчас комфортен. То, что, как бы, я чувствую насыщение маленькими порциями сейчас, и, как бы, нету чувства, как бы, голода такового и не возникает, вот. И я сейчас отказался от сахара, хлеб тоже не, как бы, вот, стараюсь не употреблять, ну, и не употребляю, вот. Жареное тоже как-то у меня из жизни ушло, вот. Ну, и так, в целом, по питанию я, как бы, не заметил, как бы, трудностей после операции, то, что... И раньше было, например, я вот накладывал... Хотя мне говорили, что я ем-то немного, но раньше, например, я съедал, накладывал себе тарелку, а сейчас мне этого хватает, ну, на два, а то, может быть, и на три раза. Ну, как бы, трудностей никаких в питании нет. Да, Андрей Александрович, расскажите, насколько снизился ваш вес, с каким индексом массы тела вы пришли на операцию и каковы наши результаты сегодня? Вот, весил я до операции 189 килограмм 400 грамм. Анализы, которые я и обследование прошел в первой хирургии, показали, что, как бы, гормональных сбоев нету, моей, как бы, болезни. И было предложено операционное вмешательство, и рекомендована была продольная резекция желудка. Ну, и я поступил во вторую хирургию 8 ноября. Прошел некоторые еще до обследования, и 10 ноября я был получен, как говорится. Меня прооперировали. Ну, мое ощущение, операция прошла, я думаю, успешно. Вот, никаких таких осложнений не было. После операции меня сразу поздравили с новой жизнью. Вот, и чувствую себя замечательно. После, вот, прошло уже 3 месяца после операции, я сбросил 28 килограмм, что считаю достойный результат уже, как бы, как говорится, результат налицо. Я очень рад и буду двигаться, как говорится, дальше, как говорится, к заветной цели, еще более уменьшить свой вес. Андрей Александрович, расскажите, пожалуйста, какова была реакция ваших близких, родственников, знакомых и друзей? Поддерживали ли они вас в выборе вашего метода лечения? И каковы их отзывы сегодня? Да, все, конечно, мне давно говорили, что вот хотели и за руку отвезти к врачу. Ну, как человек-то, пока, как говорится, у себя что-то не перещелкнет, то уже, как бы, это. Ну, были все рады, что вот я даже уже пошел, когда на обследование, были все довольны. Ну, вот, я ездил на родину, вот, домой, и к маме, вот, на Новый год. Да, результаты видны, и все, ну, все довольны, и все говорят, давай, давай, там, все дальше, там, худеем. И так что вот все поддерживали, и были только за, конечно. Андрей Александрович, что вы можете пожелать нашим будущим пациентам? Я одно хочу сказать, что, да, я поступил с весом, конечно, 190 килограмм, это очень большой вес, и был, конечно, был собран консилиум из врачей. Некоторые говорили, может быть, прийти все-таки к консервативному лечению, но уже просто был, у меня индекс массы тела, он был уже, как сказать, 70, считай, и это уже, как бы, запредельная такая норма, и уже, я думаю, консервативно ничего бы не помогло. Я просто хочу пожелать будущим пациентам этой клиники, чтобы они, ну, как бы не доводили себя до такого состояния, и намного раньше задумывались, и приходили, и делали такие операции, либо резекцию, либо шунтирование, либо, ну, все бариатрические, которые посоветуют врачи. Я думаю, методика очень эффективная, и я думаю, надо к этому стремиться. Несмотря на успехи, достигнутые в диетатерапии, в фармакотерапии, на сегодняшний день эффективным, одним из эффективных методов лечения морбидного ожирения является хирургическое лечение. Фармакотерапия и диетатерапия позволяют добиться успехов лишь в 10% случаев у таких пациентов. Им, к сожалению, достаточно трудно достигнуть результата, еще более трудно удержать достигнутый вес на определенном уровне в течение длительного периода. Бариатрические операции позволяют в более кратчайшие сроки снизить массу тела и в дальнейшем, в более длительном периоде, сохранить достигнутый результат, что, безусловно, способствует коррекции не только повышенного веса, но и также сопутствующих сахарного диабета, дислепидемии и атеросклероза. Все это позволяет улучшить не только качество жизни, но и, безусловно, ее продолжительность.